Региональная Сполочная Организация Ввода Ставропольского Взлетночного Польского Серца запрошит к вам на 10-й фестиваль «Баллоны улетающих». Организациям фестиваля Игорь Станислав Комоцкий, членковые заженцы нашей организации, презентуем вам возможность вензения кавказских вод минеральных с высокой летанием птахов. Целый год кручу свачусь, не живая и от моего руководителя, консульским отделом Михаила Петербурга. Что смогу сказать, в жизни, которая утомляет, которая очень сложная, с песней такой мы, забываем, что это все и мечты, и волшебный мир, а это все полеты, это все звезды наверху. Желаю всем пилотам и вам удовольствия от сегодняшнего и предприятия, в солнце и вода, и хочу передать вам, что это не плохой погоди. У вас есть подарок в его руке, но думаю, что это хороший шпорт. Спасибо вам. Вы только палец, если вы будете со своими доводами медитации, мы будем латать, будем латать, но мы также будем латать в околице, экскурсии. Это 10. фестиваль балоновый в Минералных водах. Мы приехали здесь специально из Польши на эту оказию. И поздравимы всех Росиан и здесь местных, и из штаба европольского края. Очень нравится нам здесь здесь и хотели бы сюда приезжать счастливее. Поиска, поиска, все сели? Каждый год всегда спешите к нам, друзья, Каждый год всегда спешите к нам, друзья. Здесь, где горный воздух, солнце и вода, Край, где нет плохой погоны. Я зову вас, приезжайте к нам, друзья, С нами жить на камин воды. Ну да, погреться можно, да? Я зову вас, приезжайте к нам, друзья, С нами жить на камин воды. Я хочу рассказать о том, как получилось так, что они оказались здесь на Кавказе. Я членом зарـ Fundации Помоц Полакам на Встоке. Елизей является членом правления Организации Помоц Полакам на Встоке. И так как говорит название этой организации, стараемся помогать полакам и полским организациям, которые находятся по-всходной границе Польши. И до той поры было так, что все полцы и организации, которые до нас пригласили, оценивали этой помощи, часто вытягиваясь руки с прощбой о какие-то дары речные или материальные. Это организация, в которой все вытягивают руки и просят о помощи материальной помощи. Один день прибегает испуганный работник полакам на Востоке. И говорит, что-то удивительное, сегодня я услышала по телефону, у нас не просят помощи, а нас приглашают и хотят к сотрудничеству. У нас до той поры это еще не случилось, поэтому удивление было огромное. Были удивлены, потому что таких звонков и такого разговора никто еще им не предлагал. Ну и было понятно, что надо, что такое удивление, увидеть. Ну и получилось так, что раз это что-то такое удивительное, чего нужно посмотреть. У меня на веществ. Продолжение следует...